Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу как проводится пайка бампера на автомобиле. На моем автомобиле треснул бампер в нижней части. Краска почти не слезла снаружи, поэтому можно попробовать его запаять. Нам понадобится паяльник, желательно помощнее. У меня он на 100 ватт с рвоким жалом, а также мелкая сеточка от фильтра. Я ее обрежу с помощью ножниц по металлу. Для начала необходимо демонтировать передний бампер с автомобиля. Сначала необходимо поднять передние колеса автомобиля и снять колеса, открутив подкрылки. Субтитры подогнал «Симон» 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 Для начала откручиваем переднюю часть подкрылков для того, чтобы добраться до шурупов, которые находятся спереди. Подвигаем его в сторону. После этого откручиваем два шурупа снизу, которые держат бампер. Вот видно. Один и второй не ржавые. Под крестообразную отвертку. И после этого откручиваем бампер с другой стороны в такой же последовательности. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Теперь откручиваем два шурупа крепления передней решетки. Выкручиваем верхние четыре пластмассовые шпильки. Шпильки слегка поддеваем с помощью плоской отвертки и откручиваем крестообразной. Так удобнее. Они имеют такой внешний вид. Вот шпильки сняты и можно не спеша снимать бампер. Отсоединим клеммы фар. Отсоединяем клемму подфарников и клемму фары. После снятия переднего бампера стало видно, что он уже был клеен битый. С помощью термоэлектрода его клеили. Но мы его заклеим обычной армирующей сеткой. Вот видно шов, который зашелся. Необходимо убрать лишнюю часть этого шва и сделать пайку с помощью обычной сетки. Я с помощью ножниц по металлу сниму лишнюю часть пластика, который был на свет. Как видите пластик хороший, но он имеет слабую адгезию и лопается при каждом ударе. Для начала необходимо снять лишние наплывы пластика. Для этого я буду использовать такую небольшую коронку и шиповерт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После этого мы отечаем пыль, которая образовалась при пыле. После этого уберем грязь на свариваемых швах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь необходимо приготовить сетку для сваривания швов. Вырезаем по шву эту сеточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И получается такой кусок сетки для сваривания швов бампера. Теперь отрезаем кусок сетки и привариваем его к шву бампера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я давно мечтал купить паяльную станцию. И вот наконец-то пришлось. Потому что паять бампер обычным паяльником очень неудобно. Он переживает пластик. Сетка плохо заходит в пластик. Причем это одно мучение. Для пайки термофеном я воспользуюсь таким кусочком пластика от канистры. Можно купить, конечно, готовые стержни, но я пока их не нашел. Поэтому пробую запаять этим пластиком. Главное, чтобы он был совместим с материалом бампера. С помощью айспирита обезжирим поверхность, которую будем спаивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И поверхность кусочка пластика тоже можно обезжирить. Включаем фен на паяльной станции и выставляем температуру 300 градусов. Стандартная температура для плавки пластика. Нагреваем бампер и полосу пластика, которая будет приклеиваться до момента плавления. Вот пошло плавление. И начинаем осторожно прижимать флажкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не спешим, хорошо прогреваем. Чтобы не было непровара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот полоса проклеилась. Я контрольно ее прогрею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой получился пропаянный шов. Пластиком паять, конечно, интереснее, удобнее, чем паивать сетку. И меньше шансов пропала пластика. Видно, почти никаких следов нет. Ножницами по металлу вырезаем следующую полосу пластика. Шириной примерно сантиметр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь с помощью того же пластика заделаем такую дырку, которая получилась в красивом месте. Подложим под низ какое-нибудь негорючее основание. Я подложил кусочек плитки фарфоровой. И начнем прогревать. Можно одним куском нанести, а можно полосками. Наверное, я вырежу один кусок и положу сюда, чтобы меньше швов. Пластинка просто огнется, когда прогреется. Поэтому это очень удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие получились сварные швы. Все почти монолитно. До этого прошлого мастера. Здесь положили алюминиевую ленту. Но это крепление менее надежное оказалось. Я думаю, что пластик к пластику будет надежнее и крепче. Конечно, не очень идеально получилось. Нужно бы, конечно, еще его пошпаклевать, пошкулить, покрасить. Но я пока этого делать не буду, потому что в дальнейшем планирую купить новый. Теперь можно приступить к его установке на автомобиль. Установку бампера на автомобиль проводим в обратном порядке. Сначала подключаем разъемы фар. Здесь у них разные штекера, поэтому вы не перепутаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крепим сначала бампер на верхние упоры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь бампер запаян и можно ехать дальше. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как запаять бампер на автомобиле Cherry QQ. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА